Недельная глава Вагейра Недельная глава Вагейра начинается про хесед Авраама Как Авраам делал хесед Известно что центральное качество Авраама было хесед Как известно Авраам родился у своего отца Тераха, который служил идолем и Авраам самостоятельно пришел к вере в единого Бога что есть только один руководитель и владыка вселенной разные мнения Медрашим сколько лет есть мнение в три года есть мнение более старше но интересно много разных философов и мыслителей пришли к тому же выводу но никто из них не пошел дальше Авраам центральное у него было а что Бог сотворил мир есть единый владыка мира а для чего а для чего Бог сделал мир что Бог хочет в этом мире что Бог хочет от нас в этом мире и Авраам прежде всего понял что желание что желание Бога делать добро один с другим есть Медраш что две его почки стали кишны байоны сахохмо как источники мудрости и Авраам понимал понял что Бог хочет чтобы один делал добро с другим откуда это Авраам мог понять и прочувствовать мне кажется очень просто что ведь Бог создал мир как Бог как Бог создал мир Бог создал мир со щедростью в мире есть не только то что необходимо для существования человека для существования мира есть намного много больше мы бы могли спокойно жить и существовать без такого изобилия фруктов и овощей а Бог создал столько разных видов столько разных видов животных растений и так далее и так далее то есть Бог создал мир с добрым глазом со щедростью раз это линия Бога в мире то Авраам понял что это путь которым Бог создал мир и он хочет чтобы было добро и он начал тоже делать добро с другими то то нам тут рассказывает историю как Авраам принимал гостей что Авраам его страсть было принимать гостей но Авраам сделал обрезание и это было почти сразу после обрезания третий день после того как он сделал обрезание прошлая глава заканчивается как Авраам сделал обрезание Бог не захотел его затруднять гостями что он сделал Кемра выражается хоци хамам минартика он вынул солнце из его футляра Кемра имеет ввиду что он сделал особо в тот день особо жарко чтобы путники не шли путники не идут но Авраам это терпеть не Бог как это без принятия гостей как так можно так Авраам так Бог прислал ему ангела в виде людей Ваисойно Ваяр он поднял свои глаза и увидел Венечка еще она Шимница Вималов а вот три человека стоят возле него Ваяра он увидел Вайора с рекросом побежал им навстречу ми Песаху эйо и входы в палатки Вайштаху Орсу поклонился до земли Вайомар сказал Одиной Бог имном отцосе хэмбэйнехо если ты нашел симпатию в моих глазах Ално Савер не уходи мя лавдехо от твоего раба Раша тут говорит два объяснения первое что он обращается к Богу Бог с ним говорил а тут приходят путники Авраам обращается к Богу если я нашел симпатию в твоих глазах не уходи как говорят продолжим разговор потом потому что я же должен принять гостей другое другое объяснение Раша что он обращался к путникам пожалуйста если я нашел симпатию в ваших глазах не уходите гемора в трактате шаббат учит отсюда принятие гостей больше чем принять с Бога то есть говорить с Богом что это значит мы к сожалению уже несколько тысяч лет у нас нет пророков и нет того чтобы мы говорили с Богом с Божьей помощью пророчество еще вернется но сейчас пока его нету но как как понять так что принятие а принятие гостей мы можем сейчас принимать гостей как можно понять это что принятие гостей больше чем говорить с Богом очень просто понятно что уровень человека что Бог с ним говорит это особый уровень это не каждый может дойти до такого уровня Но Гимара говорит другое Что тем, что человек принимает гостей Он делает добро Он этим уподобляется Творцу И это действие Духовно выше, чем говорить с Богом Чтобы дойти до уровня Говорить с Богом, надо быть на очень Высоком уровне Но принятие гостей, уподобляться этим Богу, это очень высокое Это очень Высокое и важное действие Настолько, что Авраам прервал разговор С Богом Чтобы принять гостей Я уже сказал Наши мудрецы сказали Что Авраама Его почки стали Как два источника мудрости Так Авраам Мендельсон спрашивает Почему он не спросил разрешения у Бога У него Он и просил разрешения Но почему он не спросил у Бога Как поступить Раз у него Его почки стали Как источники мудрости То есть Он сам чувствовал Что желание Бога Он понимал Что принять гостей Важнее И поэтому он Попросил у Бога Разрешения Но то, что принятие гостей Важнее Это он понял У ангела Есть определенное Предназначение Одно или больше У них было предназначение Одного вылечить Одного сообщить Причем здесь гости Из них делать еще Второе постановство Быть гостями Дорогой Раби Гуд В глазах Авраама Они были гостями Я понимаю Это же постановство Быть вместо гостей Или гостями В виде человека Это уже Счеты Бога Бог сделал такое Такое Он послал Ангела В виде людей Потому что Авраам Не мог Быть без того Чтобы принимать гостей Будет взято Немножко воды Мыть ваши ноги Вы еще одну Обоприте И ставьте Под деревом Я возьму Буханку хлеба Подоприте Ваше сердце Потом пройдете Раз вы прошли Возле вашего Раба Это качество Цадыкин Качество цадыкин Говорит Обещать мало Цадыкин Говорят наши мудрецы Обещают мало А делают много Рашаим Противоположности этого Обещают много А делать ничего не делают Вы слышите Как Авраам говорит Будет взято Немножко воды Я Немножко воды Чтоб вы помыли Ноги Возьму Дам вам Буханку хлеба А в действительности Он дал намного больше Авраам поторопился в палатку Ксаре Вайом рассказал Мари Поторопись Три ведра Муки Крупчатки Отборные Лучше Замеси В оси Угейст И делай Лепешки Это Мы видим Хесед Авраама Он делает это быстро Написано Авраам Бежал к ним Навстречу Потом Он поторопился В палатку Верно Бок Рак Быку Рот С Авраам Поторопился Авраам Побежал Авраам Вай Калбен Бок Он взял Бычка Рах Мягкого И хорошего Геморал Бомития Говорит Что было Три Бычка Он взял Почему Три Да С каждому Язычок В горчице Деликатес Вай Итей Наганар Дал Мальчику Какой Мальчик Ишмаэл Воспитывать Его Делать Митцвот Надо Не только Самому Делать Митцвот Принимать Гостей Но Воспитывать Этим Своих Детей Вай Майер Гишмоэл Поторопился Рассейс Делать Это Вай Ках Хэмо Вах Взял Маск И мороко Вен Абок Рыбачка Что Он Сделал Вагит Нелеф Недал Перед Ним Воймед Агэм Он стоял Над ними То есть Тахаса Из-под Дерево Он стоял И обслуживал Вай И они Ели Раша Говорит Это Выглядело Что они Ели Но Это Большое Правило В жизни Человек Не должен Выделяться От Окружающих Смотрите Если Кто-то Не дай Бог Нарушает Что-то Исторые То Будь Одним И Иди Как Тора Велит Или Кто-то Делает Что-то Некрасивое Но Там Где-то Просто Вопрос Победения Чтобы Человек Не Вел Себя Иначе Чем Окружающие Как Авод Робнос Говорит Чтобы Человек Не был Танцующим Среди Плачущих И Не Плачущим Среди Танцующих И Приводит Отсюда Приводит Что Ангелы Спустились На Землю Так Они Выглядело Что Они Ели Моше Поднялся На Небо Он Ел Ва Еймру Эйго Сказали К нему А ей Соро И Чтехо Где Твоя Жена Сара Ва Йома Сказал Вот Она В палатке Она В палатке Она Сама Находится В отдельной Палатке Она Скромная Какой Путин Какие-то Спрашивайте Какое Их Дело Собор Что Такое Твоё Вопрос Что Они Жениться Собирать На Небе Она 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 Замужем Но Интересно Приводит Нет Это Дархарат Спросить Мужа Жене Просить Жену А Мужа Это Дархарат Теперь Для чего Они Это Сделали Они Знали Но Чтобы Было Лучше Более Хорошая Атмосфера Подчеркнуть Что Она В палатке Она Скромная И Надо Понять Авраам Сарой Жили Уже Сколько Лет Вместе Долгие Годы Послушайте Это Тогда Авраам Было 99 А Он 75 Вышел И Еще Раньше Было Уже Несколько Десятков Лет После Свадьбы Но Создать Более Приятную Атмосферу Между Мужем И Женой Когда И так Хорошая Атмосфера И они Живут Несколько Десятков Лет Хорошо Это Это Тоже Важное Дело Вагеймер Он Сказал Я Вернусь Вернусь Тебе Как Это Время Сейчас И Все Вы Будете Живы Бог Вам Покажется Вейней Вейн И Вот Будет Сын Лесоро Иштеха Усоры Твоей Жены Весоро Шимас А Сара Слушай Песах У входа В палатку В У Ахаров А Он За Ним Вход Был За Ангелом То Сара Слышала С другой Стороны Это Ангел Сказал То Кто Сообщил Было Три Ангела Знаете Мудрецы Нам Говорят Что Один Ангел Не Делает Несколько Посланничества Он Делает Только Один И По Видимому Когда Человек Делает Одно Дело Он Может Это Сделать Хорошо И Продуманно А Кто Делает Одновременно Несколько Действий Это Не Обычно Это Не Хорошо В Разные Моменты Пожалуйста В Этот Момент Делай Одно В Другой Момент Другое Когда Ты Учишь Тору Занимайся Торой Когда Ты Молишься Занимайся Молитвой Каждый Раз Сделай Только То Дело Что Ты Делаешь Сейчас Один Пришел Сообщить Царе Что Родится Сын Один Пришел Уничтожить Дом Один Пришел Вылечить Абрама Теперь Кто Сообщил Тот Ангел Который Сообщил О том Что Усара Родится Сын Пока Они Пошли Вместе И Один Вылечить Авраама Что Он Был После Обрезания Схап Авраам И Сара Были Уже Пожили Боем Пришли В Дни Усары Прекратились Эйрак Каношим Менстрации Прекратились Сара Смеялась Внутри себя Говоря После того Как я завяла Уже кожа Не такая Мягкая У меня Будет Мягкость Кожи И Кроме Того И Мой Господин Пожилой То есть Авраам Чтобы Были Дети Нужно Чтобы Жена Была Молодой И муж Был Молодой А мой Ишмаэль Ишмаэль Что за вопрос Что Ну Ишмаэль Был Ну Он мог Рожать Какого Ишмаэль У него Был Родился 13 лет Назад 13 лет Это годы Все Спрашивают Простой Вопрос Ведь В конце Прошлой Главы Когда Бог Велел Аврааму Сделать Сказал ему Чтобы Его имя Будет Авраам И Сделал с ним Союз Обрезания Он ему Сообщил Что у него Родится Сын Бог Уже Сообщил Так как Асара Могла Над этим Смеяться Ведь Бог Уже Это Сообщил Аврааму Рамбан Поднимает Это Этот вопрос И Авраам И Рамбан Отвечает Очень просто Бог Сообщил Авраам Но Авраам Еще Не успел Сообщить Царе Так Что Видит Цара Цара Видит Очень просто Приходят Какие-то Три Бедуина Которые Идут И Их Принимают Очень Радушно Дают Им Все Деликатесы И Он говорит Знаешь Что У тебя У жены Родился Сын Ну А можно Сказать Что У тебя Было Три Миллиона Детей И Сто Миллионов Внуков Тоже Так Так Сара Не слышала Что Это Бог Обещал Какие-то Три Непонятного Человека Бедуина Так Они Выглядели Приходит И говорит Поэтому Она Смеялась Просто Говорит Я Приду Через Год И Будет Это Такую Гарантию Себя Раби Гуда Человек Который Уходит Может Взять И Который Не Заботится О Правдивости Своих Слов Может Сказать Любые Обещания И Это Ничего Не Стоит Мои Раби Сказал Бог Аврааму Почему Сара Смеялась Так Говоря А Фуна Мэлэд Действительно Я Рожу Я Состарилась Гимара Обращает Внимание Что Что Бог Второй Тут Изменил Выражение Ведь Сара Сказала Кто Что Мой муж Мой господин Старый А Бог Сказал Аврааму Почему Сара Смеялась Я Состарилась Почему Из-за Мира И приятных Отношения Между Мужем И женой Между Авраам И Сарой Потому Что Сказать Аврааму Что Сара Сказала Про него Что Он Состарился Это Неприятно Это Правда Но Большинство Людей Но Как Правило Слушать О себя Неприятные Вещи Даже Это Правда Никто Не Любит Вы Спрашиваете Почему Почему Бог Спрашивает Авраама Когда Сара Смеялась Хотите Послушать Что На это Сказал Рубисол Салантер Рубисол Салантер Сказал Так Что Если Жена Что-то Делает Не как Надо Так Претензии На Мужа Почему Он Неверно Руководит Ею Руководит 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 Есть два пути. Ты не сказал браху? Ребёнок скажет, конечно, я сказал. А если скажешь ему, кажется, ты забыл сказать, давай скажем, давай скажи браху. Что-то совсем другое. Воспитать детей к качеству правды – очень важное дело. В книге Шо приводит, что он видел одного мудреца. Который особо воспитывал качество правды. Говорит, что если что-то было нехорошее дома, и было непонятно, неизвестно, кто из этих дел. Так тот говорил так, кто, кто признается правде, и будет какое-то маленькое наказание. Но кто будет говорить неправду, тогда плохо дело. Да? Ну, если он говорит далее, то скажешь, что не ты, но что-то другое, неправду. Что? Что? Скажешь, когда я не странен, так скажи, что скажешь, что ты сестра. А с одной стороны, с другой стороны, с ним сердце, он зайдет тебе правду. Так никогда это может... Послушайте, Рабзейв, вы спрашиваете, как это Авраам сказал царе говорить, что она его сестра. Послушайте, это же было опасно для жизни. Авраам был в опасности. И не просто в опасности, в явной опасности. В случае опасности можно. Давайте скажем так. А, например, когда мы бы жили в Советском Союзе, так те, которые соблюдали шаббат, когда они приходили потом на работу или в школу в понедельник, почему ты в субботу не был? Болела голова, болел живот, болели зубы, не получилось. Говорили все, что хотите. Но про шаббат никто никогда такое не говорил. Это вообще не говорят такие вещи. В случае, когда необходимо для выполнения митцвы, бывают случаи, что можно и надо говорить, чтобы не нарушать шаббат, например. Или чтобы сделать мир между людьми. Даркей шалом. Бывают ситуации, что можно. Но что? Насколько человек может, чтобы он избегал этого? Изначально не приводить себя к такой ситуации. Про Хофицхаема рассказывают, что было иногда, что у него были деньги. Никогда богатым не было. Должен он на что-то. И он опасался, чтобы кто-то, кому он не хотел бы одолженность, пришли к нему. Он вложил деньги у кого-то другого. И тогда он спокойно говорил, у меня нет. Надо стараться говорить правду. И правда это большая браха. Хотомоша, а кудышборуху эмет. Печать бога правду. Ревен Каменецкий зацел из Америки. Раз по нему говорят, то он говорил про себя, что в шести лет он говорил только правду. Скажу вам один из примеров его правды. Как раз сегодня я встретил его сына, внука, Равка Менецкий. Из Америки, он уже не с нами. Как-то будучи парнем, его кто-то, он был в каком-то доме, его пригласили на Песах, у него были основания не полагаться на кашут этого дома. Что он сказал? Я не душу ее моченую мацу. Моченую мацу я не ем, а в том доме это делали. Так он того не обидел и не ел там. Но с тех пор, Равянкин, Каменецкий сам литовский. В литовском мире принято, что едят моченую мацу. И он всегда в его доме так велись. У нас тоже папа так вел себя, я тоже так себя веду. Но с тех пор, когда он это сказал, он так и перестал есть моченую мацу. Он перестал есть моченую мацу. Между прочим, Равянкин Каменецкий считал это из всех причин, благодаря чему он так жил долгие годы, почти 95 лет. Стали оттуда люди, ваяшкифы посмотрели об наезды, с дом, вавром, авром, илых, имом, и шалхом. Идет с ними проводить их. А, это тоже митцва. Дать есть, пить и проводить. Ну, в наше время, когда известны дороги, нет такой обязанности, но провести их, скажем, несколько шагов из дома, хорошо, важно. Вады, но и омор, а Бог сказал, амахасы аниме, я вскрываю от Авраама, то, что я делаю. В Авраам, гоня-гие, быть будет, ггей годовый отцом, народом великим и могучим. В неврыховый, будут благословляться им, ке у геи огород, все народы земли. Киедатыш, потому что я его люблю. Гаман, потому что, а шо и цаве, он указывает, эсбоновый, эсбейсиахров, его дети, сыновей и дом после него, в эсшомру, будут сохранять дырах адъемной путь Бога, гасыцдоко, делать добро, умиш под и справедливый суд. Интересно, у Авраама есть достоинства? И очень много. Тора тут говорит, за что Бог любит Авраама? За что? Авраама кажется очень много достоинств. А что Тора пишет? За что Бог любит Авраама? Потому что он, за то, что он хорошо воспитывает, будет воспитывать своих детей. Видно отсюда, что это центральное качество, за что Бог любит Авраама. Он его воспитал, но не всегда воспитание помогает. Романо, Романо, виадиной аврогом, что Бог привел на Авраама, и за шадибер о том, что он говорил про него. То есть, раз Бог, раз Авраам, Бог его так любит, так если так, Бог хочет сообщить ему, что он сделает жителям из дома. А при чем это к Аврааму? Потому что это часть территории, которую Бог обещал Аврааму. Это на его территории. Рамбан говорит, что то, что дом получил такое наказание и был уничтожен, одна из причин из-за святости этой земли. Понятно, что мусор бросать некрасиво на улице. Но есть разница бросать на улице или во двор, или в салон. В салон у короля бросать мусор это совсем другое, чем бросать во двор. Земля Израиля особо святая. И тут непозволительно вести себя так, как в других местах. очень тяжелая. Ирда новая распущусь и посмотрю, а к сакос обо как ее крик пришли, который пришел ко мне, они делают и продолжают делать. Тогда полное уничтожение. В им ваисе нет. И до я увижу, накажу их чем-то другим. Ну, смотрите, Бог же все видит и знает. Но это написано для нас, для судей. Не торопиться судить, не увидев все ясно и четко. Кто-то рассказал, услышал, все это недостаточно, чтобы кого-то судить. Надо посмотреть, вникнуть, увидеть все стороны вопроса. И Тора так тут написал. Повернулись оттуда люди и пошли в дом. Ваевром, авром, эйденуэмэйтлифныадиной, пока еще стоит перед Богом. Ваегаш, авром, ваимар. Подошел Авраам и сказал, автиспэ цадыким, рошо, ты что уничтожишь цадык вместе с роша? Улай, а может быть ешь, ешь, хамешим цадыким бэсэйхо иер. Пятьдесят цадыким внутри города. Он не имеет в виду внутри одного города. Там же было пять городов государств. Сду, Мамура, Адмо, Цвэем, Гоша. Бэга. Так на каждый город по десять цадыким. Автиспэ, ты ли уничтожишь, фэлэйтису ламокем, не простишь этому месту. Раман хамешим а цадыким, а шэбэ кирбо. Ради пятьдесят цадыким, которые внутри нее. Но пока мы видим удивительную вещь, что если в городе есть цадыким, это может спасти весь город. Холилэхо недостойно тебе мясо сделать как это. Гоми цадык им рошо. Умертвит цадыка и роша. Боё ха цадык корошо. Будет как цадык, как роша. Наравне. Холилэхо недостойно тебе. Ашофейд колорец, гаясэ, мишпот. Тот, кто сует всю землю, не будет делать справедливый суд. Во имя радыно сказал Бог, и мемцов езды им хамящим цадыким без цеха ер. Если я найду в доме 50 цадыким внутри города, выносос его холамоким, я прощу всему месту, баавуром из-за них. Я помню, один наш хороший знакомый, я жил в Ташкенте, рабица из Маргелана говорил, 50 цадыким внутри города, 50 цадыким с домских цадыким. По уровню с дома они цадыки. Я его слушал. Как-то мне это выглядело так странно. На этой неделе я посмотрел, Маубин так пишет, и Цадыким по уровню города. Ваян Абром Ваима ответил, Абром и сказал, я начал доберу годиной, говорить с Богом, вонехи офа ваифа. Я прахезала, Раши говорит так, когда я воевал с четырьмя царями, я бы мог стать уже прахом, а когда меня бросили в печку, я мог бы стать здоровой. Угай-яхства, может, будет не хватать, интересно, это очень интересно, Авраам поднимается просить Бога за жителей из дома. Знаете, что есть люди, которые любят, знаете, кого? Тем, которые действуют похоже, похоже, как они действуют. Как принято говорить о нашей, нашей группе. Авраама хесед, был хесед, хесед очень широкий. Главное качество Авраама же был хесед, центральное качество, а люди из дома велись по линии против хесед. Это была совсем другая группа, чем Авраам. Но Авраам своей любовью к добру молится и за них тоже. Угай-яхства, может, будет не хватать хамищим, а садыким хамищим, 50 садыким будет не хватать, 5, а сашхез, хамищая, сколько иер. Ты уничтожил за 5 весь город. Боим, из Калай-яхства, не уничтожил. И мы, зашем обоим хамищим. 45. Дальше Авраам говорит с Богом, дальше может будет 40, может, будет 30, может, будет 20, пока будет 10. То есть 40 могут спасти 4 города, 30. Интересно, мол, он говорит так, что если есть хотя бы 30, и большинство городов, то просьба Авраама была за все 5. Но если только 20, меньше другое, то только за 2 города, 10 только за 1. Задают вопрос. За что был уничтожен дом? За что? Ну, если, когда мы будем читать нашу главу дальше, там приводится про страшный, гнусный разврат, который они собирались сделать спутник. Но если мы посмотрим дальше, пророк и хэску. Во-первых, что дом и амора стали как примером тотального уничтожения. в главе Ницовым написано «Камапэхан с дома амора». Как вернулись с дома амора. Глав про землю Израиля, когда она была разрушена. Теперь пророк и хэску говорит страшные слова, выговаривая жителей Иуда и Беньямина. Я не хочу зачитывать все выражения, которые тут пророк и хэску говорит в 16 главе. Но он говорит так. Это был грех с дом твоей сестры. Гаон си вас лэхэм гордой сытости хлеба вешал вас ашки спокойствие. Был у нее ее пригородов ель. Веяд он не ве вейн лоэх азико. Руки бедного она не поддерживала. То есть наказание были еще страшные преступления. И они принимали гости у них был несправедливый суд. и они мучили гостей. Но основное наказание говорит нам пророк Ихэсков. Руки он не веевьи не поддерживал. Непонятно. жители Хнана делали страшные преступления. Гнусный разврат и доупоконство. И все-таки другие жители этого места Хнан где было много разврата и много доупоконства не были уничтожены. А дом был уничтожен. Как это? я расскажу историю которую я слышал от хорошего товарища. Хорошего друга. Была слава богу семья в которой было много детей. И хозяйка не справлялась с хозяйством. Взяли домработницу и она работала. Наводила порядок, стирала, марутеварила, помогала дому. Все хорошо. Но в какой-то день заметили, что одно украшение хозяйки дома пропало. И есть веские основания, что это имеет отношение с той домработницей. Поговорили там, она вернула и извинила. Ну, ее оставили. Пожалели. А теперь другая история. Нужна была работница, взяли какую-то женщину, тихая, милая женщина, пришла, села, сидела на стуле, тихо, мило, несколько часов и спокойно ушла. И так несколько дней. Никакого подозрения в краже, ничего подобного. скажите, хозяйка, у нее будет сомнение оставлять ее или нет? Никакого сомнения и темы обсуждения нет. Зачем мне она нужна вообще? Так то же самое можно сказать про историю со дом и за этими городами. Написано Огам Хасед Гибоне. Мир строится добру. И мир существует именно благодаря добру. В каждом обществе в каком-то большее, в каком-то меньшее есть добро, которое делает. А общество, города, которые поставили Хасед вне закона, как папа выражался, где бездомской прописки не принимают на ночлег, такое общество не имеет права на существование. Это не наказание. Это потеря права на существование. Мир держится на добре. В каждом обществе делается добро. В каком-то обществе больше, в каком-то меньше. Центральное качество Авраама Хасед. Но даже другие народы что-то делают добро один с другим. Но общество, которое поставило Хасед вне закона, потеряло свое право на существование. Это даже не наказание. Они выпали из мира как что-то вообще не нужное. качество Авраама делает добро. Это вошло в еврейский народ. И это из центральных качеств каждого еврея. Баруха Шем есть даже многие евреи, которые другие заповеди не знают не все соблюдают но делают добро. Делают это написано это три качества еврейского народа. Рахмонием Байшонием Гимны Хасадим Гомры Хасадим Рахмонием жалеют Байшаним стыдливые Гомры Хасадим делают добро. Это три центральных качества еврея. Правильно. Жалеть человека, который попал в трудное положение, а делать добро вообще делать добро. Раз я говорю уже о качестве гостеприимности, может я расскажу вам историю, которую рассказывает про Йошибер Соловейчика Зацов. Когда он был еще раввином в Слуцке, рассказывает он, когда он шел в дороге, он не одевал раввинские одежды, одевался по-простому, пошел с своим помощником, шли в дороге, вдруг дождь, надо куда-то зайти. Нашли какой-то постоялый еврейский двор, постучались, было поздно, не торопились им открыть, сказал, да, в таком дожде нельзя быть. Наконец открыли. Сказали им так, сказать, видно было, что их не очень желали, тут в коридоре вы можете находиться. Какое-то, через какое-то время громкий стук в дверь и заходит ребе много хасидов, ребе из койданов и им открыли радужно, поняли, что они, кроме всего прочего, заплатят тоже хорошо. Ребе пошел мыть руки, он проходит, видит в коридоре, он узнает его, что вы тут делаете? пошли молиться Марии, потом сели за стол, во главе стола, конечно, рабьё Шибер и рыба из койданов. Хозяин этого постоялого двора почувствовал себя очень неприятно и неудобно. Как он так поступил? Подошел к рабьё Шибер и сказал ему, я прошу вас прощения. Я не знал кто. он говорит, знаешь что, ты хочешь прощения? Приезжай ко мне домой и тогда поговорим. Ну, как вы думаете, у него был выход? Он поехал. Поехал туда. Рабьё Шибер как известно был очень открытый дом и он особо заботился о бедных нуждающихся. В этом против у него были это была одна из причин его конфликтов с богачами города. Тем это как-то было неприятно. Потому что выходит, что они не такие самые лучшие. принимал уважаемых людей, менее уважаемых всех, принимал хорошо. После этого Рабьё Шибер ему как рассказывает сказал так, послушай, просить у меня прощения как Рабина ты не должен. Ты же не знал, что я Рабьё Суцка. Не знал, что я Рабьё Шибер. Значит, у кого должен просить прощения? У простого еврея. Как простым евреям поступать? Ты поступил? Это вопрос. Просить прощения большого Рабина ты не должен. А вот как простым евреям ты поступил? И напоследок он ему сказал Пшат, он сказал так, Геморра ведь нам рассказывает очень подробно про добро Авраама, как он принимал гостей. И Геморра рассказывает, что из-за этого то, что он там масло и молоко был ман, за то, что он дал воду, был колодец и так далее. А про гостеприимство 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 Авраама, а не про вот это. А вот я поставил в опасность. Он выступил против законов города. Его потом на него кричали и хотели наказать. Что это такое? Как ты смеешь нарушать местные законы? Так почему? Геморра говорит про гостеприимство Авраама, а не про аноши. Это очень просто. Второе, про Авраама написано «Войны шлы ша аноши». Вот три ангела, три человека стоят возле него, шлы ша аноши. Про гостеприимство написано «Воевые шны хам аноши мз дым обо эрэф». Пришли два ангела в дом вечером. Авраам увидел перед собой людей. Год видел перед собой ангелов. Принять хорошо ангелов это каждый может. А вот принять хорошо людей это достоинство. Рассказывает, что после этого случая тот стал гостеприимным и стал вести себя совсем по-другому. В нашей главе в конце Тора рассказывает про последнее десятое испытание Авраама какое десятое все Авраам прошел десять испытаний какое десятое акида принести в жертву своего сына несколько интересно это испытание видно было самым тяжелым из всех испытаний это мы видим из из текста тора что это было этот урок и его нишмас хайя бас яньку зелик и его нишмас хайя бас яньку зелик теперь тора пишет выражение тут после этих событий бог испытывал то есть получается во всех про все другие испытания нигде не написано что бог испытывал только тут я бы это выразил так относительно этого испытания все предыдущие не были испытания только тут написано бог испытывал почему ведь авраам шел отдать свою жизнь во имя бога по-видимому отдать свою жизнь было аврааму легче чем принести жертву сына который бог ему дал к старости и он надеялся что через него будет его продолжение его основное в мире продолжение его линии и кроме того по-видимому авраам когда он боролся с идолпоконством он всем говорил они же приносили человеческие жертвы он говорил бог добр он милостив для бога простив на человеческие жертвы и он этим приближал людей к вере к единого бога а тут он должен сам поступить то против чего он выступал что про него люди скажут и а так это сделало особо тяжелого него испытания интересно а ты меня агроизвил мне приводит что когда человек служит богу одним качеством которым он привык это еще не говорит что этот человек служит богу по настоящему а может быть он привык и он поступает по привычке а вот если человек может если как говорят вынимать из кармана и использовать разные качества и противоположные качества всегда то что нужно для служения богу когда нужно он идет по милинии хеседа а когда нужна он делает прямо противоположные хеседы и добру он делает то что бог ему велит его он служит богу а для служения бога он пользуется противоположными качествами когда нужно он делает хесед А когда приказ Бога – делать что-то противоположное от хасада, он это делает. А Авраама, его основная линия в жизни, центральная линия, как мы уже говорили, была делать хасад. Тут он должен был делать прямо противоположное от хасада, принести в жертву своего единственного сына. И это было особо тяжелое испытание. Вот эта линия, что говорит Агро – уметь пользоваться разными качествами, которые нужны для служения Богу. Когда нужно, как Авраам делал, торопиться, когда нужно делать не торопясь. Пользоваться разными качествами, то, что сейчас нужно для служения Богу. И это было последнее, самое тяжелое испытание Аврааму. Послушайте, как Раша пишет, что у них работа была другая. Они пошли оба в дом. Один пошел уничтожать дом, а второй пошел спасать хота. Это были две разные работы, разные функции.